Ну вот он, вот он уже у нас. Руководитель эвента агентства SFG Киберспорт Роман Концевич. Доброе утро, Роман. Доброе утро. С утра уже поиграли во что-нибудь? Нет, проверил почту, ВК и все остальное. А мне кажется, Роман сам не играет. Знаете, как сапожник без сапог. Ну да, догадались. Я играю в консульные игры. Какие-то сюжетные, шутеры, что-то такое. Вот, нам это интересно. То есть вот эти игры не относятся к киберспорту? Да, это просто развлечение, хобби, досуг. Это просто развлечение. Тогда какие входят именно в перечень спорта? Что называется именно киберспортом? Это те игры, где есть соревновательная какая-то система. Это, например, Counter-Strike, где есть шутер, где играются команды 5 на 5. Это Dota, такая моба-стратегия игра. Играется 5 на 5 также. Туда же и Лига Легенд подходит. Сейчас, на данный момент, набирает очень большие обороты игра PUBG. Играется 4 на 4. Там про что? Тоже нужно стрелять и захватывать друг друга? Ну, да, там что-то тоже похоже на уровень шутера. Есть еще Hearthstone игра, карточная игра. Ну, FIFA даже, симулятор футбола. И там вся команда, это реально? Нет, FIFA 1 на 1 играется. 1 на 1, да. Они экспериментируют, там разными бывают 2 на 2, но в основном это 1 на 1. Вот. Если говорить о самых таких массовых играх. То есть это либо такие военные действия какие-то, захваты? Ну, есть танки, например, но танки не показали себя достойно в формате киберспорта. Их много кто играет, но в формате киберспорта это так. Гонки, наверное, какие-нибудь нет? Ну, давным-давно, наверное, в 2008, там, Need for Speed, да. А почему они потеряли популярность? Честно, я даже не следил за ними в свое время, но не знаю, почему они не взлетели. То есть самое популярное все равно остается вот именно какие-то стратегии пострелять, позахватывать, что-то типа того. Либо спорт вроде футбола, либо вот даже, оказывается, азартные игры и карточные есть. Вот об этом я не догадывалась. Думала, что только вот можно в косынку играть на компьютере или в дурака там. Окей, понятно. Теперь для того, чтобы это стало спортом, это должна быть командная соревновательная игра. Против компьютера ты не можешь быть... Ну, тренироваться только. Только тренироваться. Ну, насколько мне известно, наши российские спортсмены в плане киберспорта, они там, на первых... На уровне мы? Насколько развит киберспорт в стране, у нас в области, в городе? Ну, если по мировому смотреть, по Доте 2 очень хорошо обстоят дела. Но смотрите, здесь нет такого понятия, как Россия, у нас есть понятие СНГ. Так. То есть, потому что у нас всегда команды, в основном, сборные. Это Украина, это Россия, это Беларусь. И поэтому мы их называем СНГ-составы. По Доте 2 обстоят дела хорошо. По Counter-Strike тоже ребята неплохие результаты показывают. Находится там, сейчас, кажется, топ-3 украинский состав. Топ-3 это мировая статистика? Да, это мировая, мировая. Ничего себе. Да. Ну, по Доте можно тоже сказать, там, топ-3, топ-1, вот так. Ну, в августе будет The International, по Доте, и там точки расставятся. То есть, это самый главный турнир года по Доте 2, и там будет известно, кто самый лучший. Вы когда начали этим заниматься? Как давно в Новосибирске это такой широкий оборот приняло? Ну, я начал еще в 2007-2008, когда еще сам в школе учился. Это компьютерные клубы были, местные турниры, интернета еще не было. То есть, все собирались только в компьютерных клубах. Потом у меня такая пауза была небольшая, и вернулся, мы вернулись в 2014 году. То есть, мы 4 года занимаемся. То есть, в формате соревнований это появилось вот где-то не так давно, да? Нет. Вообще, киберспорт, я даже не скажу, наверное, 2005-й, как игры появились, тогда и появился киберспорт. Все сразу захотели соревноваться. И в Новосибирске в том числе? То есть, мы никогда не отставали? Ну, да, да. Все в компьютерных клубах, просто это не так было масштабно, как сейчас. Мы проводим там фестивали, где там собираем больше тысячи людей. А раньше это просто было на более такой местечком. Вот про эти мероприятия в рамках, 27-го числа пройдет киберспортивный фестиваль. Это наш городской или он какой-то? Это сибирский. Сибирский? Да. Кто там будет участвовать? Сколько человек? Мы охватываем Атомска, Иркутск, Красноярск, такие города, Кузбасс. В этот раз аж 17 человек из Красноярска поедет. Это много. Да, мы не ожидали, у нас из Красноярска максимум человек поедет приезжает. А в этом году у нас все путевки отборочные выиграли красноярские команды. То есть, можно сказать, что в этом году в принципе больше, чем в прошлом будет участвовать? Нет, нет, смотрите, у нас есть онлайн-наборочная и финал. На финал выходит пол-две команды с каждой дисциплиной. А, то есть, получается, у участников количество всегда одинаковое? На финале, да. В онлайне, когда как. Значит ли это, что стало, становится все это популярнее и популярнее, или все-таки как-то как было, так и есть? Какие-то дисциплины растут, какие-то падают. Контр-страйк очень радует. Он более понятный, более простой. Сколько он уже живет-то уже? Уже он много. Аудитория как-то меняется? Да, аудитория меняется. По Dota 2 зрителей становится больше, но именно участников меньше становится. Например, сейчас, например, дисциплина PUBG очень взлетела. Из Новосибирска, молодой человек, никнейм у него и Бах, недавно на каком-то мировом турнире выиграл что-то. Кажется, первое место они взяли. У нас есть такие звезды из Новосибирска и из ближайших городов, из Новокузнецка, из Северска. Мировые звезды у нас живут в Сибири. Вот это да. Ходишь? А я и не знаю. А ЧК Рик с тобой толкается в супермаркете, а он звезда, между прочим, киберспорта мирового. По поводу еще каких-то внутренних вещей. Есть ли какая-то иерархия, титулы? Я вот спортсмен первого разряда, там, второго, третьего. Или просто вот занял первое место на соревнованиях и все, у тебя есть за этой медаль? Есть определенные рейтинги на профессиональном уровне. Это порталов, рейтинги порталов. Например, там HLTV есть такой рейтинг в Counter-Strike. Все ориентируются на него, именно по Counter-Strike. Есть такое понимание, как команда Тир-1, Тир-2, Тир-3. То есть, там, профессиональный, полупрофессиональный. По поводу разрядов в России сейчас киберспорт является официальным видом спорта. Вроде как начинают присваивать какие-то разряды, но у нас еще пока это не дошла вся эта информация. Девчонки играют? Да. Много? В каком соотношении? Выросло их, не выросло количество? Ну, немного. Немного. Но они достойны? Да, есть. Побеждают мальчишек? Бывают турниры женские. Да вы что? У нас в городе? Не-не-не, на мировом. На мировом уровне. Есть какая-то возрастная там. Да-да-да. Больше мальчишки играют юные или там взрослые люди? Опять же, дисциплина как-то. Ну, в какой дисциплине? На профессиональном уровне сейчас видно, что еще удерживается старая гвардия. Там уже по 30 ребятам подходит. Кому-то там есть и по 35 лет. И молодые ребята появляются по 16-17 лет. Ну, вот в основном, начиная с 16, да, раньше как-то не начинают? Или нельзя просто по регламенту? Есть возрастные ограничения? Ну, где есть. Где-то есть, где-то нет. Я бы пошел, но там нету этой игрушки, вот этой моей любимой. Где волк ловит яйца. Во что можно играть детям? В каких дисциплинах можно участвовать? Ну, то, что ограничений нет возрастного. Хорошо. Там же всегда есть обозначение у игрушки, у каждой игрушки. То есть нужно смотреть на облаковке. И много новостей мы читаем в интернете о том, что играют бабушки, дедушки. У вас побеждают такие? Ну, если у нас, скажем, что из диски Тима, бабушка одна, которая играет и транслирует все это дело. И у нас она мероприятия была. Участвует, да, у вас? Мне кто-то говорил, что да, что она участвовала и транслировала это все дело на ютубе. А какие призы? Компьютер? В этот раз 80 тысяч призовой. Слушай, нормальные? Ну, скорее всего, участники тратят это на что? На новую технику, да? На новые какие-то штуки? Кто как. Мы советуем на отдых. Кстати, вот по поводу денег, да, насколько этот спорт дорогой. Мы читали, когда готовились с Александром про питерский форум, который будет проходить совсем скоро. И председатель правления Федерации компьютерного спорта России, а у нас есть Федерация компьютерного спорта, Эмин Антонян высказался, что важная особенность компьютерного спорта заключается в том, что в нем изначально заложена бизнес-модель. Как она туда заложена? Насколько спорт дорог, во что нужно вкладываться организаторам, а во что нужно вкладываться участникам? Как это бьет по карману? Ну, для участников, ну, техника дорожает. Я думаю, за 1050 можно компьютер собрать. Какой-нибудь такой игровой, хороший, чтобы тебе можно было играть на интернет. Все, ты можешь становиться киберспортсменом. Чтобы быть киберспортсменом, нужно компьютер минимум 1050. Вот так. Все просто. Смотри, учись, играй, тренируйся, участвуй в каких-нибудь онлайн-турнирах. А по поводу тренировок, существуют какие-то групповые, не знаю, школы, может быть, киберспорт, где учат людей, как всех победить. Или каждый самостоятельно просто играет, играет и набирается опыта? Они существуют, но это еще пока... В Новосибирске есть такое? Да. Пока еще это сомнительная история. Вы бы не советовали пока обращаться к таким профессионалам, да? Я бы воздержался. Самому собой как-то попроще. Ну, очень много видеообучения в интернете. Как многие играют и обучаются, смотрят за профессиональными игроками, пересматривают их игры, как они играли на каком-то турнире, как они себя в какой-то ситуации повели. Потому что здесь очень сильно опыт решает, реакция, логическое какое-то мышление. Очень много, я знаю, блогеров и даже среди детей, которые выкладывают видео каждый день, как они во что-то играют. И я думала, неужели люди это смотрят? И ведь реально смотрят. Да, смотрят. Особенно, когда появляются какие-то новые игры. Особенно, например, какие-нибудь прохождения. Да, эксклюзив на PlayStation 4. А у людей нет PlayStation 4. А все порталы пишут, что это очень крутая игра, но все и смотрят. И это реально там крутые игры бывают, выходят. И также я смотрю, залипаю в эти игры, смотрю. Бывает, не можешь пройти какое-то, понимаешь, уровень. И думаешь, ну как же, забиваешь там, тебе человек все показывает, объясняет. Супер. А говорят, ну как не то, что говорят, я видела такое в кино, что профессия человека, который тестирует игры, она очень высокооплачиваемая. Это так? Нет, как стать таким человеком? Ну это тестировщики. Это же профессиональным игроком нужно быть, наверное, да, чтобы тебе заплатили деньги? Я думаю, нет, это скорее всего та же история, как в каких-нибудь в IT-компаниях, это отдельные люди, которые сидят, тестируют какие-то обновления, новинки и ищут в них баги. С разных устройств тестируют и в таком духе. Но все равно для этого нужно какое-то, наверное, IT-образование. Ну, может быть, да. Я, честно говоря, не так плотно общался с тестировщиками, но они себя тестируют, тестируют, выявляют баги и передают это уже обратно разработчикам, чтобы они правки вносили. Ваша профессия, вы вот устраиваете турниры, да? Я так понимаю, больше все-таки занимаетесь организаторскими вещами, нежели конкретно играми. Ну да, это больше организационное, но это тоже чуть больше, чем хобби. Есть основная деятельность и вот эта деятельность. И насколько это, так скажем, востребовано? Это все по вашей инициативе происходит, вот эти турниры? Или кто-то что-то заказывает и вы это реализуете? Насколько часто они проходят у нас в городе? И можно ли заказать себе турнир до корпоратив, например? Смотрите, ну, года два назад это не так постребовано было в Новосибирске, в области. Когда мы начали продавливать эту историю, да, ну и тогда уже появились постоянные компании, которым это стало интересно, они это поддерживают и они эти мероприятия там два раза в год заказывают. Есть мероприятия, которые мы делаем от себя в фестивале, где мы просто набираем партнеров и в таком же формате проводим, но немножко побольше охват делаем в этой истории, призовой побольше делаем. То есть, эти мероприятия чуть-чуть больше, чем за Сибирь выходит. У нас с Украины приезжали ребята сюда в Новосибирск на турнир. С Москвы приезжают. Мне интересно, можно просто прийти посмотреть? Вот, не поучаствовать, а это будет интересно человеку, ну вот просто, не участнику? Ну, да, интересно, особенно Counter-Strike, он очень понятный, да. Там на экраны будет это все выделено? Да, это все на экраны больше выводится. Также на мероприятии всегда мы делаем какие-то зоны с активностями, там VR, в консуль поиграть, там, фото-зона. Или, например, 27-го числа приезжает Арсений Треноженко. Это очень популярный игрок. Да, это он раньше играл в 1.6 в Counter-Strike, он чемпион мира, он играл в такую команду, как Na'Vi, ее много кто знает. Сейчас он аналитик и комментатор, и также блогер, можно сказать, YouTube. А игры комментируются так же, как матчи в спорте? Да, да, да. Ничего себе! Вот это да! Спасибо большое! У нас в гостях был руководитель эвента-агентства SFG Киберспорт Роман Кунцевич. Теперь мы немножко разобрались, хоть будем разбираться, кто спортсмен, а кто так. Да! Закос! Спасибо! Спасибо! Спасибо!